Всем привет, друзья! Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Фан Ведеган! И сегодняшнее видео у нас будет посвящено, во-первых, халавину, поэтому я поближе потом покажу, у нас здесь тыква есть. А второе, мне всегда было интересно, а что если использовать трубу гнутую для того, чтобы выстрелить как бы из-за угла, не высовываясь, да? Ну понятно, то есть на палке, например, зеркало какое-то вытащить из-за угла, дальше эту трубу просунуть и попытаться в нее выстрелить. Что будет с пулей? Меня многие, и знают они, кто отговаривали от этого эксперимента, поэтому я начну медленно. И начну я с пневматики. Ну давайте покажу, что я здесь делаю. В общем, все достаточно просто. То есть я взял вот эту трубу гнутую, она плавно изгибается на 90 градусов. Взял ее в Home Depot, это хозяйственный магазин, типа как в России, Оби, я насколько понимаю. Примотал ее изолентой, к сожалению, черной, не синий, к кирпичу, чтобы просто она не дергалась никуда. Ну а далее направил в тыкву. Вот такая история. Ну и сейчас, что я постараюсь сделать, это отойти на пару метров и выстрелить, попасть в трубу из вот этого пневматического пистолета. Ну дальше может быть из винтовки, смотря какие результаты будут. Ну давайте попробуем. Заряжаем наш револьвер. Обычные, самые дешевые пули эти. Ну сколько? Три, наверное, заряжу. Крутит он, в отличие от боевых револьверов, в другую сторону. То есть по часовой стрелке, не наоборот. Поэтому оставляем вот так. Ай. Еще раз. На пустой. Взводим. И стреляем. Ну давайте до кучи еще два раза. Проверяем. Все пусто. Ну и давайте поглядим, что произошло с тыквой. Ну вот результат. То есть, как видите, пули таки изменили направление по трубе. Вот так вот они смялись. Это одна. Там вон вторая чуть поглубже. А третья, я не знаю, может я не попал даже. Ну то есть, что можно сказать. Попадая вот в такую трубу из пневматики, из пистолета, револьвера вернее. Пули действительно меняют траекторию на 90 градусов, но заметно теряют в плане скорости. Хорошо, давайте попробуем пневматическую винтовку. Там полет, то есть скорость начальной пули должна быть выше. Поэтому я думаю, что глубина проникновения в эту тыкву будет больше. Ну давайте глянем. Я не знаю. Тыкву я чуть-чуть повернул. Вот это наши старые попадания из револьвера пневматического. Здесь у нас все чисто. Так что будем пробовать еще. И теперь это будет пневматическая винтовка Дэйзи. Пули из нее должны полететь быстрее, чем из револьвера. Так что думаю, что будет повреждение этой тыкве больше. Давайте пробовать. Эта винтовка накачивается таким вот образом. Как-то так. Берем пулю. Укладываем ее. Задвигаем. Готов к стрельбе. Давайте пробовать. Снимаем с фидохранителя. Куда-то ушла. Судя по звуку, я попал. Но давайте поглядим. Нет смысла, мне кажется, еще стрелять. Потому что я практически уверен, что в трубу эта пуля взлетела. Смотрим. А, не знаю. А, вот. Действительно. Вошла внутрь. Давайте, ребята, я сейчас нож принесу. И мы попробуем разрезать и посмотреть, насколько глубоко. Нож притащил. Давайте смотреть. Значит, во-первых, вот здесь. Это предыдущее. Второе попадание. Пулю всю расплющила. Но, тем не менее, как видите, они все обе из того, чтобы я стрелял из револьвера, они застряли в толстой этой шкуре. Или, как сказать, корки. Давайте здесь смотреть. Сейчас я отставлю эту штуку в сторону. Вот это то, что из винтовки прилетело. Пока не видно, где она есть. Дырка ушла куда-то вон туда. Ну, хорошо. Разрежем. Несмотря на то, что хлавин еще не наступил. Так. Значит, куда я стрелял-то? С какой стороны, главное? А, ну, вот здесь, да? Получается. Семечки. Красота. Вон она. Ребята, я нашел. Вот она. То есть, если из револьвера пули застревали в корке, то при таком выстреле через трубу, гнутую из винтовки, пуля, естественно, вся смятая. Ай. Смятая. Но она смогла пробить полностью корку и остановилась только с другой стороны. Опять куда-то я ее кинул. Вот она. Еще раз. Ну, что могу сказать? Меня результаты на самом деле радуют. Интересно, довольно-таки. То есть, пули на самом деле поворачиваются. А не то, что они там отрикошетят обратно, или что-то с ними другое происходит. Поэтому следующий этап будет у нас огнестрел. Я знаю. Еще раз спасибо всем тем, кто мне советовал этим не заниматься, потому что это может быть опасно. Я постараюсь это сделать безопасно. Ну и посмотрим. Так что до следующего видео. Ну и как всегда подписывайтесь, оставляйте комментарии и пожелания. С удовольствием сделаю все, что в моих силах, чтобы эти ваши пожелания исполнить. Ну а так, всем отличной недели, наступающей. Хорошего понедельника, если такие бывают. И до встречи. Постараюсь еще что-нибудь на неделе снять. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok